Всем привет! Это Андрей Курейчик, новый карантиноблог. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете. Сейчас это очень важно. Как всегда, благодарность тем, кто поддерживает издательский проект Обиженная Беларусь. На этот раз это Александр, который передает привет из Монреаля. Спасибо вам, Александр, огромное. И те, кто желает присоединиться и помочь, в описании, пожалуйста, есть все возможные варианты. Также можно проголосовать за пьесу на сайте Национальной премии Болгарии. Друзья мои, вот про привет из Монреаля. Я почитал немножко про этого Юрия Зинковича, которого прихватили в Москве. Я ничего не знал про этого человека, честно. Первый раз, по большому счету, услышал эту фамилию. Может, она где-то мелькала в СМИ, но ничего конкретного про него не знал. Тут зашел на новостные сайты, почитал. Значит, это американский адвокат нашего белорусского происхождения. То есть, белорус, который переехал в США, был в партии БНФ. Ну, вы знаете, половина партии БНФ переехала в США, начиная с Позняка и всех остальных. Кто-то куда-то. У нас уже есть кто в Литву, кто в Польшу. Но БНФ, они как-то в сторону Америки многие. И вот он активный был такой чувак политически, оказывается. И, живя в Америке, тут продолжал пытаться баллотироваться в Беларуси. В палату представителей, например. Говорил, что пойдет на пост президента этот Юрий Зинкович. Открывал параллельно какие-то юридические офисы. И вот, ведя такую активную деятельность, поддерживая революцию, он решил поехать в Москву, видимо, на какие-то переговоры. Да, никто это конкретно не написал. Но, что меня удивило. И это вот касается людей, которые за границей. В Монреале, в Америке, в Германии. Не знаю, и везде. Друзья мои, дорогие. Ну, надо же думать, головой. Вот просто головой. То есть, вы представляете себе, что человек, этот Юрась, оказывается, пишет на своем фейсбуке, что он собирается формировать дружины какие-то самообороны. Записывайтесь в какие-то там дружины самообороны народной. Это вот прямо в марте, в конце марта. Там какие-то ссылки дает, все. И после этого летит в Москву. В Россию, с которой нет границы никакой. В которой единая база. Да, сейчас пересечение границ. Летит, видимо, по белорусскому паспорту. То есть, сразу приходит в КГБ. Вот ума палата, адвокат же, да? Да, значит, прилетает. Не берет никакую охрану. Ну, ты же богатый человек. Слушай, ну, возьми ты двух-трех охранников. У тебя уже эти ГБшники не смогли бы задержать. Вот так вот, нелегально. Да, поднялся бы шум, прибежала бы московская милиция. Ты бы уже остался. Тебя уже нельзя было бы, так сказать, перевести тихенько во Внуково с мешком на голове. Всунут туда в какой-то там кукурузник и улететь в Минск. Это было бы невозможно. Пришлось бы разбираться официально. Адвокаты, юристы, значит, суд российский. А какие полномочия, а какой ордер, а какая бумажка, а где печать, а где разрешение, на каком основании вы задерживаете человека на территории России. И все, ты бы остался. Те, что жалко этих там 100-200 долларов на охрану, если ты приехал по серьезным делам, ты собираешься какие-то дружины самообороны организовывать. Или что-то такое. И ты не можешь там эту дружину вокруг себя поставить или там какие-то пару лбов нанять. Во-вторых, ну, понятно, что за тобой бы следили сначала. Слежка, ну ладно. Хотя бы фильмы там, посмотри про этих шпионов, да, как вообще действовать. И только если слежка есть, да, тут же бегом в американское посольство. Оно своих граждан принимает и все. Если бы ты вошел на территорию американского посольства, никто никогда бы тебя оттуда уже не выкурил, да, и тебя бы спокойно доставили на дипломатической машине куда надо и отправили. Вот. Поэтому просто удивляет беспечность. Беспечность, безалаберность. И, ну, как бы... Ну, ладно, этот Зинкович, ну, допустим, он думал, что это все игра какая-то. Что-то детство такое, да, объявить белорусскому режиму, что он будет делать отряды самообороны, да. Но Федута, человек, который уже, которого там били, который был в КГБ, который был в прислужбе Лукашенко, знает его характер, знает его как облупленного. Ну, этот-то должен был понимать, что если их выманивают в Москву из безопасных мест, наверное же их выманивают для чего-то. Поэтому, дорогие мои друзья, я понимаю, что огромное количество в диаспорах поддерживает там и стачкомы, и другие. Вот. Ну, думайте просто головой. Соблюдайте элементарные меры безопасности, потому что, ну, видите, этому режиму ему все равно, где вас ловить и как вас ловить. И Россия это уже абсолютно небезопасно. Хотите проводить встречи, проведите в Киеве, оттуда гораздо сложнее. Хотя тоже можно. Что посадят в дипломатическую машину белорусского посла и вывезут. Вот. Потому что так же сделали, кстати, сами украинцы с этим судьей Чаусом недавно случай. Который там бежал, какой-то коррупционер украинский, судья. Его из Молдовы выкрали. Гигантский скандал. В отличие от России, Молдова сказала, что это за фигня. Вот. А как выкрали, посадили в дипломатическую машину и перевезли через границу в машине Аташе. Одного из Аташе посольства Украины в Молдове. Все. Поэтому сделать то же самое, и нельзя проверить эту машину, да. То же самое там вывезти из Литвы или из Польши или из Украины в принципе технологически абсолютно возможно. Поэтому осторожней. Ну, осторожней просто. Тем более, что он, ну, вот опубликовал этот Макар, да, что они за границей планируют, планируют всякие дела. А Россия так давно их делает, там эти салсберецкие шпили осматривают, да. Россияне, они, у них давно гигантская программа действий за рубежом. И они могут пойти здесь на сотрудничество с белорусами. Я же говорю, идет постепенное поглощение, слияние в той или иной мере этих органов. Поэтому это просто опасно. Ну, вот думать надо. Головой. И все будет хорошо. Все будет нормально. Хотя лично я, честно говоря, считаю все вот эти ДНС, дружины, все это, значит, эти отряды какие-то. Это, мне это вообще не близко. Ну, я понимаю, я человек искусства, в армии не служил и с органами нашими никаких дел не имел. Поэтому мне вот это вот вооруженные отряды, это все из сказок и фильмов, да, не верю я в это. Мне кажется, что самое сильное действие у нас было в августе, когда все открыто просто вышли. Вот открытое действие, оно гораздо сильнее, чем эти все, как бы, тайные общества, которые на самом деле не совсем тайные. Потому что, если ты делаешь тайное общество, а потом в фейсбуке пишешь про это тайное общество, какое же оно к черту тайное. Ну, почитай ты Ленина. Я там, конечно, все его сочинения не осилил, но пару томов о начале деятельности РСДРП почитал. Вот. Первое условие конспирация, друзья. Тут, да, под своей фамилией прилететь по белорусскому паспорту, поселиться в центре Москвы, до этого написать, мы создаем дружины ДНС. И не нанять охрану, а сидеть и ждать, когда тебя прихватят. Не знаю. Не знаю. Вот. Поэтому открытое действие. Хочешь критиковать, вот, критикуй. На самом деле, выражение открытой позиции не запрещено даже в Беларуси. Да, есть возможность получить там ответочку, если ты оскорбляешь, да, если ты, там, не знаю, пишешь на стене, даже если ты манифестируешь это в виде какого-то символа. Но если ты говоришь, вот я говорю. Я считаю, что, к огромному сожалению, избрание Лукашенко было гигантской ошибкой для страны. Ну, ошибкой для страны, что он ведет страну не туда, в глухой угол, в концлагерь. Вот это мое мнение. Оно открытое. Чего мне его прятать? И я призываю всех так же думать и рассказывать другим свое мнение об этой ситуации. Вот. И что? Что, меня засудить за то, что я так считаю? Посадить меня за то, что я так считаю? Ну, это невозможно. Ну, это просто мнение. Вот. И это мнение, свобода этих мнений у нас записана в Конституции, даже если она не действует по многим направлениям, все равно никогда в жизни никакой суд, даже белорусский, он может мне там пришпылить другое дело, какое-нибудь там неподчинение или что-то, что я ходил и, значит, руками махал. Но за мнение меня посадить нельзя. А мнение мое такое, и я его не скрываю. Вот. Поэтому не скрывайте про свое мнение. Я не согласен с тем, что написано в этих жировках дебильных. Вот. Потому что это вранье. Мое мнение. Мое мнение, что это вранье. Вот и все. Я считаю, что бело-красно-белый флаг, это флаг, с которым родилась независимая Беларусь в 92-м году и все. И это исторический факт. И это тот флаг, который сделал нас независимым государством. Ну, факт. Извините за это. Мое мнение. Мое мнение, что те, кто устроил насилие на улицах Минска, те, кто убивал Романа Бондаренко, должны сидеть в тюрьме. Мое мнение. Мое мнение, что процессы над активистами политизированы. Вот посадили двух блогеров сейчас, да, Брестских, Кабанова, не помню, второго. Вот. За то, что они готовили, якобы, значит, эти беспорядки. При том, что они с мая сидят. Беспорядки начались в августе, в сентябре. Они с мая сидят в СИЗО. Это, оказывается, они готовили. А как они готовили? Тем, что написали какие-то вещи, которые людей, значит, вывели на улицы. Ну, так а... А как это? А то, что власть... Действия власти людей вывели на улицы, нет? Не приходит мысль такая в голову? Поэтому, друзья мои, мнение свое надо выражать. А все вот эти игры в тайные общества, ну, если им нравится вот этим людям играть в это, ну, пусть поиграют. Вот видите, до чего они доводят эти игры. Учиться надо в такое играть. Вот. Поэтому... Поэтому привет тут всем этим. Привет Макару. Кстати, про Макара тоже скажу. Ну, не знаю, ну, кто-то рядом с ним, я с ним не знаком, вообще не встречались никогда. Ну, кто-то ему скажите. Я, когда смотрю его видео, у меня, правда, хочется очень смеяться. Потому что вот эта музыка из Бэтмена, или откуда, из Криминальной России, на заднем фоне, этот голос с паузами, я, Макар, обращаюсь к Зеленскому, Зеленский, помоги. Ну, и так далее. Вот это вот. Вы хоть одного европейского или американского политика видели, который бы так себя вел? Ну, это комично. Даже если он очень верные вещи там сообщает и так далее. Хотя одного я видел. Назывался Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор». Вот «Терминатор», когда он железный, вот он так себя и вел, позиционировал и говорил. Примерно под такую музыку. Вот. Если, как бы, стояла именно такая цель, то она достигнута. А так Арнольд Шварценеггер в реальной жизни очень живой, улыбчивый, веселый человек, без всякого дешевого пафоса. Вот. Тут тоже, мне кажется, что этот пафос надо убирать. Ну, не то, что убирать. Ну, просто он смешон. Конечно, человек может, как хочет говорить. Вот. Но по мне, это что-то из разряда комедии. Не знаю, кто ему там это все насоветовал и поставил эту музыку, за которую одна и та же всегда. Один и тот же взгляд, один и тот же тон, одни и те же паузы. И, конечно, он говорит все время один и тот же текст. Хотя, ну, там по смыслу все разное. Вот. Друзья мои, поддерживайте культуру, поддерживайте искусство, поддержите мою книгу, да, думайте головой, думайте о своей безопасности. Никто, кроме вас, об этом, к сожалению, не подумает. И главное, ну, будьте открыты, выражайте свое мнение. Вот. За него вас точно никто не осудит. Всех благ. Это был Андрей Курейчик. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова